Испытательный срок это не только определить, насколько человек правильно работает, а испытательный срок также определить, насколько он уважает тебя. Я, когда служил в учебной части, меня направили в танковую дивизию санструктором. Я приехал, и там был специальный взвод, который занимался этими вопросами обеспечения этой дивизии, там и лечения, там все вместе, и был прапорщик, который возглавлял этот взвод. И это было в Минске, в Белоруссии, и он посадил меня, окружил весь взвод, это была такая традиция. Я должен был сыграть в шашки с прапорщиком. Ну я, ну ничего, было 22 года, и что я соображал-то? Ну я пять раз его выиграл. Все уже там стояли, хихикали, а я что-то не понимал, что дальше будет. Ну и он полтора года меня потом насиловал в этом взводе. Ну то есть, ну не понимал, я был неопытным человеком. Выиграл его пять раз. Он сидел красный, как рак. Ну надо было ему поддаться не в шашки, а поддавки начать играть. Ну как бы, я не понял. Ну вот, как бы, вот такая ситуация примерно. Нужно уважать старших, иначе будут проблемы. Какие вопросы у вас ко мне? Да? Мы говорили о разных аспектах судьбы. Да, да, да. Добрый вечер, Олег Геннадьевич. Вопрос такой. А твоей лекции, это два раза в 20 лет запробовали, наличие и качество руководителя. Иметь и видеть нравственные качества твоего партнера. И не партнера, а, ну, человека, с которым ты переговоры ведешь, вот, кинет, не кинет, вот. Вот, как это увидеть? Или ваш опыт, или вот ваше, там, знание в этой сфере? Если у вас такая возможность есть, поговорите с ним сначала не о делах, чуть-чуть о жизни. Если он старше, задайте ему вопрос по жизни, какой-то свой вопрос, который вас волнует. Посмотрите, как он ответит. В этом ответе будет все. Вы увидите все, что в него есть внутри. Потому что, когда заканчиваются деловые отношения, чуть-чуть хотя бы, тогда раскрывается Личность. В деловых отношениях Личности не видно. А именно от Личности все потом зависит. Если он младший, тогда, может быть, пойдите вот в разговор друг по-другому, как ты живешь, допустим, как у тебя дела. Если человек нравственный, он сразу начнет улыбаться, уважать и рассказывать искренне, как у него дела. А если у него там ш-ш-ш, то он улыбнется и скажет, я, знаете, как бы, у нас же с вами другие отношения, поэтому, как бы, давайте ближе к делу. Это значит, что он слабый человек нравственный, у него нет силы уважения. Есть сильные, есть люди, есть слабые. Сила уважения или способность искренности и верности – это энергия любви. Она идет через разум. Если у человека нет любви, он не может любить, он сразу напрягся, ему хочется дело отдельно, жизнь отдельно. Это значит, что он предаст обязательно. У него просто нет силы не предать. Я понял, спасибо. Можно еще один вопрос. К сожалению, в работе, в бизнесе сталкиваюсь с тем, что... Ну, у меня сфера сервиса, женщина говорила, там, семейно-правовые отношения, городостроительство и так далее. Сталкиваюсь с проблемой, с тем, что у меня, как бы, тяжело в последнее время стало ценовую политику влиять. Ну, есть некая себестоимость, да, я знаю. Из-за того снижения покупательной способности, что ли, нет? Нет, и покупательной способности, и плюс, где-то как-то раньше я мог, там, 200-300 процентов, мне это смело было, не проходило. А в последнее время даже так вот, вражеском, тяжело стало. Люди, то есть, слабее стали финансово, да? Ну, не то, что как-то мне осталось, а, ну, вот... Зря лекции слушать, слишком много лекций слушать, потому что все как бы. Я понял вашу мысль. Это как раз об этом и речь, что вот в деятельности очень важно строить отношения с Богом. То есть, проценты человек, бизнесмен свои, брать должен без всяких проблем. Надо просто понять, что ваш бизнес не принадлежит только вам. Вы, на самом деле, трудитесь для Бога. Поэтому, взяли проценты, делайте какое-то доброе дело. Вы это будете от счастья от этого получать. Ваши проценты, хорошо, они могут пойти не только на то, чтобы покушать, квартиру себе содержать, съездить куда-то, отдохнуть, полечиться. А проценты могут пойти еще на то, чтобы сделать доброе дело и получить долгосрочное счастье в своем сердце. Получить то счастье, которое даже в следующей жизни останется с вами. Спасибо. Надо стать сильнее себя. Брать проценты надо. Если человек занимается торговлей, он должен, это описано в ведах, извлекать прибыль, обязанность человека, который занимается торговлей. Или деятельностью направлено на приобретение прибыли. Вопрос только, куда ее девать. Вот, допустим, я читаю вот эти лекции, они дают прибыль. Я всегда эти деньги отдаю на добрые дела. Всегда отдаю на духовность. Часть какой-то небольшой денег я оставляю себе на жизнь. Я никогда не беспокоюсь о своей жизни. Потому что Бог не дает всегда больше назад. Если мне что-то нужно, мне люди нажертвуют. Понимаете? То есть, если бы я строил коммерческие отношения с Богом, я бы на этих лекциях жил. Но мне так не нравится. Потому что я отдаю, а Бог возвращает назад. Идет обмен. Он возвращает хорошими людьми, которые меня окружают. Возвращает чистотой сердца. Возвращает любовью, счастьем в отношениях. Вашими глазами возвращает. Поэтому всегда очень вот эта вот чистота внутренняя, она зависит от смелости человека. Деньги — это опасная вещь. Они очень сильно увеличивают желание, потребности в жизни. Но если человек себе какой-то сделал, вот куда он дальше не лезет, так раз, все, дальше мне не нужны желания, потребности. Дальше добрые дела. Тогда в сердце счастье появляется. Ваш вопрос? Да. Андрей, слушаю Ваши дети, пять лет. Спасибо большое. Мне очень нравится. Особенно в отношениях. Вот, наверное, сегодня, я за первый раз бизнесовую лекцию слышал. И вот вопрос. В 20-м области бизнесом занимаюсь. Соответственно, очень много друзей, знакомых, которые тоже бизнесом занимаются. Обмениваются, постоянные информации. Очень много бизнес-мероприятий проводят. Постоянно учусь. И вот практика на самом деле другая чуть-чуть. То есть даже если возьмем, что многие ребята, которые уже средний бизнес или выше, они уже занимаются благотворительностью. По пирамиде Москова развиваются. Помогают очень много. Но практика-то другая. То есть выигрывается на сегодняшний день. Не развивает ни за 100, кто делится откатами. А не то, кто мог большому количеству людей, больным, детским домам. С силовыми структурами тоже решается вопрос по-кругому. Очень много. Там решается вопрос за счет денег, а не за счет того, кто кому помог. И у меня много уже по практике ситуаций. Такой вопрос. Почему то, что вы говорите, не работает? И почему... Хотя это правильно, да? И, кстати, как пока с силовыми структурами, с государственными чиновниками не будет проведена работа вот так, как вы проводите, то это тоже слабо реализуем. То есть когда это будет работать? Может быть, следующая жизнь... Да просто я, понимаете, я же теоретик. То есть я просто в облаках летаю. А вы практик, вы же в жизни живете. Вот в этом вся проблема. Поэтому, видите, у меня не так много людей на лицо. В основном тоже такие же теоретики. Ну а как вы бы хотели, чтобы он был весь? Или вы же сделали утверждение? Как сделать так, чтобы поработало то, что вы весь? Смотря что, вы понимаете, подработает или нет. Вот если вы хотите, допустим, то, что называется результатом, то тогда есть два или три вида результата. Первый вид результата работает вообще супер. Отжал бабки и сразу их получил. Результат мгновенный. Если у тебя есть возможность, отжал и получил сразу. Результат мгновенный. Если смотреть на долгосрочную, то дальше, если смотреть на следующую жизнь, ты пойдешь в ад за это. А если смотреть на эту, то есть вероятность, что попадешь в тюрьму. Вот дальше смотрим на второй вариант, который вы обсудили. Это вариант отношений, в которых, которые имеют место быть. И я их не отрицаю. Я просто говорю сейчас о том, насколько эти отношения на долгосрочную человеку помогают в жизни. Я согласен, что есть практические вещи, которые вы говорите сейчас. Но я говорю сейчас о других вещах, которые помогают. Вот, допустим, человек заболел пневмонией, ему помогут антибиотики. Но является ли это то лекарство антибиотики, которое действительно помогает на долгосрочную? Не отвалится ли у тебя потом почки от них или печень? И изучение того, как можно лечиться, допустим, от вирусных инфекций по-другому, очень важно. Потому что есть другие способы. Есть способы абсолютно без антибиотиков, которые могут вылечить вирусную инфекцию. Но они более сложные. Понимаете, вот деятельность страсти, она простая. Просто откат, просто как бы так вот. И как бы, то есть, дал, допустим, в храм, столько-то денег же к тебе вернули, столько-то же. А ты отчитался перед государством, что ты как бы пожертвовал все это. Вот, это называется откат, насколько я понимаю. Ну, то есть, но мы же говорим сейчас об отношениях с Богом, а не об отношениях с, вот с этим, как и конкретно храмом. Или, то есть, 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 если, конечно, я могу вам что-то рассказать. Потому что, еще раз повторяю, я просто теоретик, а вы всю жизнь занимаетесь бизнесом, знаете, что работает, а что нет. Я, можно продолжу, да? То есть, я могу вам рассказать или нет? Да, ну, я думаю, что я не по этой жизнью бизнесу, да, но вы даже пришли учиться, и вы, наверное, знаете, что еще в следующей жизни. Хорошо. Итак, я не только про следующую, а также про эту. Вот давайте, это очень важная тема. Спасибо, что вы в настроении смирения затронули этот вопрос. Это важно, значит, я имею право говорить дальше. Хорошо. Вот смотрите. Вот вещи, некоторые вещи, понятно сразу. Вот, допустим, ты кого-то отжал, нагнул, ну, до времени это получится, а потом уже понятно, что будет дальше. Если кто-то посильнее тебя, то он тебя точно так же отожмет, нагнет, и еще и побольше. Потому что ты уже имеешь определенный претендент, как с тобой себя надо вести. То есть, ну, как бы, вот как с тобой себя вести? Уже понятно по твоему поведению. Вот, это опасно. В эти игры мы не играем, да? Но есть игры, в которые играют все. Так живет общество современное. То есть, насколько в них надо играть. Есть ситуации, в которых ты не можешь не играть в них, потому что они диктуются не тобой. Вот, допустим, у меня есть один знакомый, не буду говорить, где и когда, в одной стране он находится в правительственных кругах. И когда он начал отношения свои с правительством, то он решал все вопросы в бане. И там, в этой бане, там не только мальчики были, понимаете? То есть, это означает также предательство по отношению к своей жене. Ну, то есть, многие моменты, которые пришлось проглотить. Но пришло время, когда он немножко стал постарше в этих кругах, он создал свои отношения, в которые он играет. И эти отношения все приняли, потому что они нормальные. То есть, он перестал вопросы решать в бане с девочками. То есть, он начал их решать без алкоголя, без девочек. И те люди, которые готовы с ним работать в таком ключе, начали с ним работать. А с остальными он решал вопросы, но без бани. Он им объяснял, что я туда не пойду, но если ты хочешь со мной сотрудничать, давай будем сотрудничать, и я тебя пойму, и ты меня поймешь. И так он воспитывал вокруг себя людей, когда появилась сила на это. Ну, то есть, другими словами, бывают ситуации безвыходные, когда у тебя нет вариантов. И тогда, может быть, имеет место компромисс. Но бывают ситуации, когда у тебя есть варианты. И вот я об этих ситуациях и говорю. В этих ситуациях ты с тем, с которым сможешь решить вопросы без бани и без девочек, этот человек тебя потом не кинет. Я говорю об этом сейчас. О том, что есть здравый смысл. И то, что дает гарантии и защиты. Понимаете? Также я говорю еще о том, что есть еще будущие какие-то моменты, которые надо тоже учитывать. И есть еще другой слой жизни. Вот, допустим, я недавно решил какое-то очень серьезное, доброе дело сделать. Я написал через знакомого, который с ним работал одному, долларову, миллиардеру. Написал ему ватсап прямо напрямую, вот так вот рассказал, кто я такой, и вот хочу вот это сделать. Он мне тут же ответил, написал мне, что очень хорошо, что ты хочешь это сделать, все нормально, но наш фонд, которым мы занимаемся, он как бы занимается немножко другими вещами, поэтому, к сожалению, я не могу тебе помочь, но я еще подумаю. Речь шла о том, что он должен просто дать деньги, и все. И он начал со мной общаться, потому что я, он почувствовал и понял, что я с него ничего не тяну. И когда он со мной так поговорил, я ему ответил, что спасибо большое, что вообще вот таким всем занимается, я очень рад, что есть среди долларов, миллиардеров такие люди. И он тоже мне ответил, что он очень рад, что я это понял. И так мы с ним закончили диалог. Но я думаю, что он может продолжиться в любой момент, потому что ни я не дышал ему в одно место, ни он из меня не делал того, кто должен дышать. Понимаете, такие отношения, к счастью, тоже существуют. Не то, что бывают только вот такие, когда, типа, я тебя нагнул, ты меня нагнул, я тебе дал, ты мне откатил. Понимаете, это все есть в нашем обществе, но это все не является той ценностью, которая дает гарантии. Я говорил на лекции именно об этом. Я уж не говорю о следующей жизни, потому что осталось совсем немного. раз вы мне дали слово и дали возможность высказаться, несмотря на ваш очень большой опыт, я хочу вам предоставить одну песню, которая мне по этой же теме, она мне очень нравится. И еще раз хочу вам сказать, поймите, есть краткосрочная перспектива, а есть долгосрочная. Вот на долгосрочной перспективе я уверен, что работают другие отношения, потому что у меня тоже есть опыт. Понимаете, я лет 10 назад общался с одним министром в его кабинете и разговаривал с ним часа два. Он мне рассказывал о своей вере старшим, о любви к родине, о любви к правительству. И когда ему позвонили из более высокого министерства, он встал, начал разговаривать с той, я тогда его спросил, а почему он так сделал. Мне ответил, что его воспитывали так. У нас был очень искренний разговор. Я вам не скажу сейчас, какую должность он занимает, а я это 10 лет назад уже понял, что он пойдет очень далеко. И причина, почему он очень далеко пошел, была в его сердце. Потому что он очень искренне верил старшим, служил им, и это качество его сделало ему очень высокую карьеру. Это тоже надо понимать, что такие вещи есть, но они не работают, еще раз повторяю, на каких-то бытовых уровнях. Понимаете, если ты как бы хочешь по-большому играть в дела, тогда прими большие законы. Есть Меншиков, есть Петр Первый. Меншиков не игрался с Петром Первым, но был по-настоящему веренному. И получил такой результат, что из босиков превратился в предводителя его армии. Понимаете, я просто вам тоже рассказываю факты, которые существуют. Я чуть-чуть ответил на ваш вопрос? Или нет? Или все равно непонятно? То есть, есть жизнь, которая дает более глубокие результаты даже в этой жизни, если по большому счету играть. конечно, есть практические вещи. Я их не отрицаю. Еще раз попытайтесь понять. Есть безвыходные ситуации, есть вынужденные ситуации. Я приводил эти примеры. У меня есть много друзей на разных уровнях. И я заметил, что друзья на тех вот уровнях, они имеют другие качества. У меня есть один знакомый священник, который меня поразил своими качествами. И он духовник очень серьезного человека. Понимаете, я тогда понял, что есть, ну как бы в этих вопросах нет случайности. Ну то есть, идея в чем заключается? В том, что мы можем, как бы, жить в обычной жизни и играть в обычные вещи. Но если мы принимаем более серьезные ценности, есть вероятность просто, что жизнь может выстрелить гораздо серьезнее, чем просто как у всех остальных людей. Потому что все люди, которых я привожу пример, очень хорошо получилось у них с развитием. Был также у меня еще один случай. Жена одного правителя одной страны, не нашей, начала слушать мои лекции. Я с этим правителем пообщался несколько раз. Оказалось, у него очень чистое сердце. Он много чего делал как бы в управлении, но когда мы начали говорить по-настоящему с ним от нравственных и духовных ценностей, оказалось, что у него там все нормально с этими вопросами. И еще раз я убедился в том, что внешне может человек делать разные вещи, но если у него стержень правильный, Бог ему даст возможность править, защитить его на долгую жизнь при власти. Мы говорим сейчас про долгую. И как бы можно, конечно, мне прикрыться в следующей жизни и сказать, типа, грешите все, попадете в рай, а я в рай, и пойти потом дальше спокойно домой. Но я говорю сейчас о том, что даже в этой жизни и здесь играть в более правильные вещи на долгую дает сильную защиту. Поверьте мне, я видел много людей, у которых это сработало. Поэтому разделим ситуацию на две части. Одна часть это то, что вынуждено и может быть придется вот так, потому что ситуация такая, культура сейчас нас окружает. А есть вещи, которые нужно стараться делать правильно, потому что они тебе дальше дадут возможность иметь уже в этой жизни большой успех. Потому что все равно нравственные ценности, глубину человеческую и его принципы внутренние никто не отменял. И если кто-то из старших заметит ваши внутренние принципы, это будет решающим фактором в вашей судьбе. Потому что только это дает гарантии. Если на вас будет возлагаться очень большая ответственность, ничего, кроме ваших принципов внутренних, гарантии не даст на эту ответственность. Ничего. кроме этих принципов ничего не даст гарантии. Ни ваши деньги, ни ваше положение, ни ваша квалификация в деятельности, ни ваши профессиональные качества, ничего. Когда, допустим, человек берет в себе того, с кем он пойдет в бой, его не волнует, сколько у него патронов внутри, его не волнует, как он метко стреляет, его волнует только одно, насколько этот человек способен отдать свою жизнь родине. И вот это и есть самое решающее качество, которое потом спасет ситуацию или наоборот не спасет ее. Ну, думаю, что вы точно так же определяете людей. Если у вас есть помощник, вы будете смотреть на эти вещи, потому что своя рубашка тоже ближе к телу, и там уже включаются истинные вещи внутри. А не то, что на поверхности лежит. Итак, вертикальное отношение это не только уважение старших, а также уважение культуры страны. Иметь своего наставника неплохо бы было, потому что нравственные законы не всегда сам человек может понять. Ему хорошо советоваться с старшими, и наставник этот не должен смотреть на тебя как на кошелек. Найди себе такого наставника, который не мотивируется твоими деньгами, а просто относится к тебе как к младшему, как к человеку, которому нужна помощь, который понимает, что тебе нужно заботиться. Если ты найдешь такого реально человека, потому что старший проверяется его бескорыстием, если он способен не трястись перед твоими деньгами и возможностями, а реально хочет тебе помочь, вот это и есть старший, а тот, который смотрит на твой кошелек и постоянно из тебя деньги вытягивает, это не старший, это равный тебе. Может быть, он духовной практикой занимается, но он не выше. Выше тот, кто имеет больше сил и бескорыстия. Что дают вертикальные отношения? Защиту человеку дают. Как это сработает, неизвестно. Может быть, тебя не будут сильно проверять, может быть, тебе дадут возможность какую-то деятельность, повысит тебя, дадут возможности какие-то в жизни. Уважение это не только просто мысли уважать, это также означает что-то делать. Каждый человек, который занимается деятельностью, не должен быть оторванным лаптем. Понимаете, есть вообще три способа жить. Есть жизнь невежествия, означает, что только для себя живет, он вообще не может быть лидером. Если человек страсти живет, это жизнь страсти означает работа дом телевизора, работа дом телевизора. Человек дикий, он знает только свой бизнес, своих друзей, больше он ничего в жизни не знает, потому что он дикий. Ему не нужна эта страна, ему не нужен этот народ, ему не нужна родина, ему ничего не нужно, кроме своих денег и своей возможности съездить на Майами или куда он хочет. Понимаете, то есть все это не является чем-то, что защищает жизнь человека. Если ты не дикий человек, то есть ты реально включен в жизнь, если лидер означает включенный жизнь общества, то есть заботься об этом обществе, помогай ему, это всегда в связке с властями делается, кому-то храму какому-то помогай, помогай вокруг себя, делай добрые дела, на твоем уровне, не то, что ты должен делать больше, чем можешь заработать, вот, это очень сильно помогает в защите, это защищает колоссально внешне, непонятно, как это работает, может быть, таких прямых логических цепочек нет, но в сердце у тебя будет все спокойно, и люди хорошие будут попадаться, сто процентов в жизни, со временем. Горизонтальные отношения означают, что ты не завидуешь тем, кто деятельностью похожей занимается, это тоже надо учиться делать, нужно учиться дружить. Есть, допустим, люди, которые делают бизнес в одиночку, а почему выигрывают те, которые не в одиночку, а потому, что у них более развитые отношения. Вот, допустим, если говорить о партнерских отношениях, то здесь ведь разные бывают уровни. Вот, допустим, вы решили с позиции общих интересов, добрых отношений, с позиции закона, здравого смысла построить бизнес вместе с хорошим человеком. Гарантии есть? Нет. Почему? Потому, что это не является основанием, то есть, у вас добрые отношения и общие интересы, у вас здравый смысл, вы соблюдаете законы. Это является основанием, чтобы вам объединять судьбы с этим человеком, потому, что общий бизнес означает объединение судьб. нет, какие есть основания, когда они бывают? Когда у вас высокий нравственный, интеллектуальный и профессиональный уровень, то есть, вы уважаете друг друга с позиции разума, с позиции вашей понимания, как правильно жить, вашей верой, в конце концов, вашем нравственном уровне и профессионально, уважение тоже достаточно высокие, общие духовные ценности, еще лучше общий наставник, достаточно высокий патриотический дух, уважение старших, нужна еще какая-то более-менее нормальная совместимость, способность уступать, способность по-доброму спокойно вести диалог, способность уважать мнение другого человека. Допустим, если вы решили вместе с кем-то делать деятельность, это может стать взрывом в вашей судьбе, но опять же, с кем можно объединяться, вот если человек такой же, как ты, вот ты, допустим, руководитель административного плана, ты можешь там людей, допустим, хорошо понимаешь, как прописать им инструкции должностные, наладить производство, допустим, ты административно администрируешь процессы или администрируешь людей, у тебя такая способность, допустим, с кем ты будешь объединяться? Надо объединяться с идеологом, с человеком, который может развивать бизнес, хорошо понимает, как построить отношения с властями, допустим, у него есть стратегия развития бизнеса, у него есть понимание, как его включать в какие-то процессы, вот, или идеолог людей, ты вот, допустим, их администрируешь, ты можешь иметь команды, они на тебя обижаются, а он может со всеми договариваться, он может со всеми дружить, он может создавать атмосферу хорошую этот человек, так вот, с ним и объединяйся, объединяйся с прямо противоположным тебе человеком, понимание вещей будет абсолютно диаметрально противоположным, и тебе надо будет научиться понимать, что есть другие истины, которых ты вообще никогда не думал и не знал, вот это называется объединение, а если одинаковый, что объединяться-то? Вы будете конкурировать в деятельности, спорить друг с другом, одно и то же делать вдвоем, смысл? Объединяться надо с противоположными людьми, если ты можешь объединиться с противоположными людьми, это значит сила твоей доброты и мудрости уже превышает возможность твою руководить своими людьми, ты можешь большее, ты можешь создать команду, потому что команда это гораздо круче, допустим, для того, чтобы победить войну, нужна командная работа, а не единоличная, нужно учиться договариваться, учиться принимать ответственных людей, лидеры это серьезные люди, у них у каждого есть свое мнение, и мнение очень твердое, они бывают часто противоположными, и нужно со всеми дружить, договариваться, соответствуем положением, пытаться их понять, уступать или наоборот настоять на своем, это более высокий уровень, то есть развитие бизнеса не означает вложили бабки, извлекли прибыль, вложили бабки, извлекли прибыль, развитие бизнеса означает отношения, если ты можешь вертикальное отношение строить, развивай дальше, еще раз повторяю, на каком-то уровне, если ты туда вылез, тебе нос срежут, уже все, не твой уровень, там просто, понимаете, все зависит от размера рыбок, ну допустим, представьте, вот аквариум, допустим, да, ну в большой аквариум вы залезли, ну хорошо, ну как бы, хорошо, если там не мальки плавают, а если там есть большая рыбка, она не виновата, что она большая, она просто большая и все, вот она плавает и, ну как бы, ну заглотила пару мальков, и что, всякое же бывает, вот и все, а у вас это ваша жизнь, а ему это просто вот, ну заглотил и заглотил, вот поэтому, как бы, не лезьте в большой аквариум, зачем вы вот оттуда лезть, живите в своей воде, там где вот ваша зона, вот, это мы говорим о влиянии деятельности на судьбу, если ты уже вырос из своего бизнеса, это не означает, что ты вложил больше денег и сделал что-то большее, как бы, у тебя вот то же самое, только большее, вот допустим, у тебя ты строишь теремок, ну вот ты решил сделать теремок, ну уже с эфириу башню, это уже не теремок, надо другую конструкцию, вот это уже другая совсем система, и вот здесь тоже, когда ты хочешь вырасти дальше, то нужно уже объединяться, нужно уметь сотрудничать, нужно иметь другое мышление, мышление, уважение, другого мнения, понимание, с кем можно, с кем нельзя, возможность понимания, кто тебя кинет, кто не кинет, что такое нравственные ценности, что-то такое духовное, развивайся нравственно, развивайся духовно, для того, чтобы иметь партнеров в деятельности, потому что, если ты этих вещей не понимаешь, не просекаешь, тебя обязательно обманут, я когда лекции читал в этом, где я читал, сейчас вспомню, в Челябинске, в Челябинске я читал лекции, и меня вез один молодой человек, а он меня вез из Челябинска в Екатеринбург, и по дороге он мне рассказал про свою жизнь, он начал деятельность совершать с одной женщиной, которая профессионально имеет хорошую подготовку, и сначала у них все хорошо шло и получалось, но потом наступил такой момент, что она, когда начался успех, она почувствовала, что она больше достойна иметь эти деньги от успеха, чем он, хотя работу он в основном совершал, там идея такая, что она как бы ему бизнес, как бы, фактически поделилась с ним бизнесом, но при этом, почему она поделилась, потому что сама его делать не хочет, то есть, она поделилась с ним, говорит, 50 на 50 ты работаешь, а как бы я вот тебе дала то, что было, ну, замечательно, все договорились, вроде хорошая договоренность, он талантливый, добрый человек, и потом, когда он все ей начал развивать, она потихонечку раз у нее начала бизнес отжимать, типа, ты ведь у меня просто нанятый руководитель, а не партнер, как это не партнер, вроде бы мы по-другому договорились, вот, я к чему это говорю-то все, мы с ним ехали, и он говорит, почему так получается, Олег Геннадьевич, я говорю, потому что ты вступил не в те отношения с самого начала, ты с лидером отношения строишь, но при этом разбились, что у него за ценности внутри, если он деньги, как бы, главное, а все остальное не главное, тогда, извини, придет время, денег будет больше, значит, ты станешь не главным уже для него, и у тебя с этим человеком все начнет рушиться, и какой вывод мы сделали с ним, когда ехали, что надо два варианта, или ты с ней работаешь очень жестко, ставишь условия, и как бы, пока ты еще там нужен, отвоевываешь, то есть, потому что началась война, а с этим человеком по другому нельзя, отвоевываешь свою территорию, понимаешь, что все равно это ненадолго, или просто поставь условия, честно, начинай свой бизнес, предоставь ей возможность, дай возможность исправиться, не хочет, война есть война, понимаете, то есть, а почему до войны дошел, вот я ему и начал объяснять, ты с кем начал работать вместе, есть такая ведическая история, один верблюд решил перейти реку, и скорпион как бы говорит, перенеси меня на спине, я хороший, я тебя не буду жалить, потому что я же понимаю, что мы вместе потонем, тут думал, думал, верблюд, как бы, мозги не так сильно работают, говорит, ну ладно, правда ведь, не будешь ты меня жалить, потому что ведь невыгодно, вот, ну и когда он сел, ему на спину, вот они пошли, и скорпион думает, мягенький такой, нежненькая кожица такая, и так хочется уколоть, и сидел, сидел, страдал, ну ладно, что делать, такова судьба, взял, уколол, вместе потонули, что природа такая, понимаете, скорпион, поэтому подумайте, насколько вы глубоко понимаете человека само по себе, что мы вместе можем это делать, и мы встретились, нам обоим деньги нужны, и у нас квалификация есть, и люди есть, и все, и мы так, опа, совместимы, вот так, оп, соединяемся, все склеилось, кроме мозгов, поэтому, может быть, Бог тебя испытывает в этом во всем, а если нет другого варианта, то ненадолго объединись, потом придется расходиться, и придется пилить все это, весь этот бизнес, может быть, это тебе и надо, опыт приобретешь там совместно, я не знаю, но не надо на что-то серьезное рассчитывать, потому что такие отношения никогда не приводят к хорошему результату, никогда, а еще хуже общие цели, общие деньги, страх перед партнером, страх перед законом, вот у вас все общее, ты чувствуешь уже сейчас, что с ним сложно работать,